Так, окей, давайте посмотрим Мистера Айрата, вся правда про 144 герца. Потому что я пользователь 144 герц. Sony понимает, что если выкатить Паладик и Цусим, их консоль можно выбрасывать. Да не, у них же будет Человек-паук 2. Всем здорово, значится. В этом видео я хочу затронуть такую больную для многих геймеров тему, как высокий фпс, герцовка мониторов и может ли человеческий глаз всё-таки полноценно воспринимать 144 кадра в секунду. Почему я решил сделать это видео? Ведь эту тему уже тысяча раз все обсудили, обсосали, а над мемом про то, что глаз... Сколько стоит твой лук? Ну я в росту, наверное. ...не видит больше, чем 24 кадра, смеются до сих пор. Да и многие люди постоянно приводят в пример одну и ту же историю про то, как какому-то там пилоту в США показывали 220 белых кадров в секунду, и на одном из этих кадров был самолёт, и он не только увидел самолёт, но и сказал, что это за модель самолёта. И большинство споров на этой истории и заканчиваются. Ведь всё логично, да? Пилот увидел 220 кадров, но человек может видеть 220 кадров и больше. Всё, все поверили. Даже игровые сайты по киберспорту, они и то вспоминают этого несчастного пилота. И честно сказать, я начал замечать, что моё восприятие высокой герцовки как-то не сходится с укрепившимся общественным мнением людей. Конечно, это... 144 это невысокая герцовка, это самая обычная, это entry-level герцовка, я бы так сказал. Большинство остаются на 144, но те, кто идут дальше, они знают. Субъективщина и, скорее всего, зависит от самого человека, глаз, мозга и всего такого, но в этом видео я поделюсь лично моим опытом гейминга в 144 кадров в секунду. Приобрёл я монитор с частотой 144 Гц около трёх лет назад, и мой компьютер позволяет играть во многие игры с максимальными кадрами, которые может отрисовать монитор. Конечно, есть игры, где у меня нет 144 фпса, например, в онлайн-шутерах Hand Showdown я играю в Quad HD 110 фпс. Не, ну так-то я могу слезть с максимальных настроек графики и получить 144, но на ультрах игра просто очень красиво выглядит, и я, так сказать, принёс в жертву 34 фпса ради красоты. И играл я с высоким фпс далеко не только в шутеры, а во многие другие жанры. Выживачи, простенькие игры вообще почти без динамики, инди, 3D-платформеры, гонки и куча разнообразных игр. Мои первые ощущения от 144 герц. Когда я в первый раз только подключил свой новый высокогерцовый монитор, то я сразу увидел, что всё стало плавнее в сравнении с 60 герц. Но сказать, что я на тот момент почувствовал сумасшедшую разницу, я не мог. Не, 144 герца это база, серьёзно. Дальше не нужно, ниже уже хуёво. Но это ощущение было только при первом взгляде, ибо я ещё не совсем адаптировался к... Типа, БК-монитор ниже, чем 144 герца, я вообще не котирую сейчас. ...к высокой кадровой частоте. Но чем больше я играл, тем лучше воспринимал её, и со временем начал в шутерах делать то, чего бы в жизни не смог делать на 60 герц мониторе. Я стал промышлять какими-то сумасшедшими фликами, более точно прицеливаться по бегущим противникам, и вообще, мне иногда казалось, что я сижу немного на читах, ибо чаще всего при столкновении с противником лоб в лоб я успевал выстрелить первый. Конечно, тут немаловажен пинг, но я говорю не про единичные случаи, а в целом. В сравнении с 60 герц мониторами, я банально чаще начал попадать по цели, и быстрее... 27 дюймов лучше, чел. Скажу как человек, который взял себе 4К-монитор с 32 дюйма. Короче, это знаешь, это как... Это слишком много для монитора, 32 дюйма. Слишком мало для телевизора. Это фимозный монитор. 32 дюйма — это фимозный монитор, я считаю. Вот у меня сейчас такой стоит. И 32 дюйма не советую брать, короче. Это тупая хуйня. Просто 27, ты видишь все, что происходит перед тобой. Да, то есть все красиво, все удобно. Вот 32 дюйма — это момент, когда приходится поворачивать голову, чтобы увидеть какую-то часть экрана. Вот это залупа. И реагировать. Да и сам по себе стал более уверенно контролировать какие-либо динамичные или стрессовые ситуации, ибо получал больше информации о происходящем на экране в секунду. И после такого двухмесячного высокогерцового марафона я решил в настройках игр ограничить FPS до 60, чтобы понять для себя, насколько большая разница. Изначально я думал, что эту разницу практически не замечу, ведь, как я говорил, когда я в первый раз увидел 144 FPS, то не получил прямо вау-эффекта. Но реальность такова. 60 FPS ощущались, как нереально дерганая рванина, и первые мысли были, что я что-то не так настроил, ибо это не могут быть 60 FPS. Это, наверное, случайно 30 поставилось. Мне стало даже немного жутко, я же всю жизнь раньше в 60 играл. Ну не могут они настолько плохо выглядеть? Может... Короче, рассказываю вам гайд, пацаны, если игра не идет в 120 FPS или там прочее. Контроллер. Вот я играю с контроллера в игры, которые... Ну, я не могу потянуть их больше, чем 60 FPS. Вот типа Starfield. Вот контроллер... Топ хуйня, серьезно. Она... Контроллер сглаживает эту хуйню. Вот поэтому на консолях, возможно, 30 FPS. С контроллера хоть как-то более-менее это чувствуется нормально. Я тот самый человек, кто купил 240 хоза. Хотя имел моник на 165 хоза. По ощущениям, все стало плавнее. Но даже при просадках до 140 хоза не чувствую неудобства. Но даже стал играть чуть лучше. Ну, в шутерах заебись все, что больше, чем 100. Тут фреймтайм плохой, не знаю. Но после того, как я увидел ровно фреймтайм, я понял, что мой мозг уж очень привык к плавной картинке. И когда я резко перешел на 60, то он будто бы спросил. Ну, за что ты так вот со мной? Вот. Какое зло я тебе сделал? У меня вот еще телефон имеет 120 герц экран. И когда у него остается мало заряда, то герцовка падает до 60. И даже на таком маленьком экранчике у меня точно такие же ощущения. Мол, почему все начало вырвиглазно лагать? Причем такая реакция моего уважаемого мозга присутствует только в динамичных сценариях. Особенно в шутерах. В каких-нибудь играх, где мало детализации и разнообразного движения, или просто медленный геймплей, я не чувствовал никакого дискомфорта от 60 FPS. В того же Айзека, Сноураннер и подобные игры я играл в 60 кадров и не ощущал никаких проблем. Но как только я захотел в какой-нибудь шутер или динамичную игру, то эти 60 кадров казались мне дерганой рваниной. И вы сейчас, наверное, слушаете меня и думаете, так чем твой рассказ по факту отличается от мнения большинства? Вот ты сказал, что играл 60 герцовым монитором, потом купил 144 герца и начал реагировать намного быстрее. Вот это новость. А мы и не знали. Спасибо тебе, мистер Айрат, за очевиднейшие вещи. Но это я рассказал только первую часть моей истории. Ведь потом случилось то, что перевернуло мое сознание по части высокой герцовки очень сильно. Так видим или нет? Никуда не видно, ну ладно. Однажды я листал Алиэкспресс, и там сайт по кривизне своей залагал на прогрузке списка товаров. Из-за этого мой монитор выдавал картинку, где каждый кадр прыгал вверх и вниз. Но я абсолютно не мог разглядеть его прыганье или даже мерцание. Мои глаза видели статично стоящие две одинаковых надписи. Я даже приблизился вплотную к монитору, чтобы разглядеть. Но ничего не поменялось. Я не мог поверить, что это разные кадры, которые переключаются настолько быстро, что мои глаза и мозг их не распознают. Я не придумал ничего лучше, чем взять смартфон и сделать замедленную съемку. И тут я понял, что на самом деле эти кадры реально... Чё, лдахочево объяснил, почему тот Говард не захотел добавлять 60 фпс в Старфилд, чтобы эти мудаки геймеры не думали, что игра может быть не такой уёбичной. Чё, ты его переключались? Ну хоть убей! Для меня это была просто статичная картинка с двумя надписями. И тут можно сказать, что виноваты глаза. Но лично мне кажется, что тут виновата обработка изображения нашим мозгом. Именно он пытается фильтровать изображение с глаз. Так что эти натуралы. Чтобы нам было комфортнее. Зачем ему обрабатывать нам быстрое мерцание, если можно показать чистую картинку? Например, тот же нос постоянно находится в поле нашего зрения. И мозг убирает его из видимости от этих пор, пока мы не решим посмотреть именно на него. Вот ещё покажу вам свои часы. Видите их? Я постоянно вижу свой нос к самому. С первого взгляда они, ну что, спокойно показывают нам время, вот стоят. Но на самом деле нихрена подобного. Ведь если снять часы замедленной съемкой, то их просто бешено колбасит в вечном мерцании. Но мы этого не видим, ибо наш мозг выкидывает все мерцания, оставляя только то, что нужно. Мне кажется, что если бы это не видели наши глаза, то мы бы всё же иногда ловили какое-то мерцание. Но его нет вообще. Также, когда мы играем в те же игры в 20-30 фпс, то если посмотреть с логической точки зрения, то по факту это слайдшоу, которое не имеет абсолютно ничего общего с движением в реальном мире. Но наш мозг, подобно DLSS, дорисовывает и соединяет эти кадры, чтобы мы могли ощутить иллюзию движения, которого на самом деле нет. В том же аниме часто можно увидеть 8 кадров в секунду. И при этом всё, мозг всё равно пытается их всех соединить так, чтобы было ощущение движения. Согласитесь, что логичнее бы было, если бы при такой малой частоте кадров мозг бы видел просто переключение картинок. Но нет, мы всё равно чувствуем какую-то живость происходящего. Вот вам закрепляющий мини-эксперимент. Я нарисовал от балды три картинки, особо не старался и не придерживался каких-то правил анимации, если кто-то думает, что всё делает только в грамотной работе аниматора. Но ваш мозг даже вот в этом говне пытается создать иллюзию движения. Но его тут нет, это просто три ссаных кривых картинки. Скажу свой итог. В целом мы не можем полноценно воспринимать 144 кадра, но при этом наш мозг всё же отлично умеет работать с плавностью изображения, повышая нашу реакцию, скилл и давая приятные ощущения от игр. Ну это самое, ну а как же та история про пилота, который видел самолёт и вот это всё? Сказать честно, меня прям вымораживает, когда люди в спорах про герцовку постоянно приводят в пример эту вымученную историю про пилота. Всё, что она доказывает, это то, что мозг пилота смог сконцентрироваться на самом важном кадре. Но это было очень просто сделать, ведь все остальные кадры были белые. И у этого самого мозга не было никаких проблем просто проигнорировать все кадры, где нет никакой информации. Вот если бы там были не белые кадры и один кадр самолёта, а все 220 кадров это самолёты, то хрен бы он чё разобрал. Чтобы увидеть самолёт на белых кадрах, не нужно быть пилотом с высокой реакцией. Это может делать любой из нас. Минусы высокой герцовки. Главный минус в том, что она тебя избаловывает. Телефон, ПК, у меня везде высокогерцовый дисплей, и я варюсь в неком котле из высокой герцовки экранов. И потом, когда я резко вижу динамику в 60 или 30, то это очень сильно режет по глазам. Даже те же фильмы или мультфильмы, которые идут 2-4 кадра, в некоторых местах вызывают у меня дискомфорт. К примеру, видите этот дёрганный перелёт камеры? Многие даже не увидят тут проблемы. А для меня это рваный ад. Я рассказал, как лично я чувствую высокую герцовку. Видео состоит чисто из моих субъективных ощущений, и я не выдавался ни в какие технические подробности. Так 144 герц — это детский лепет. Вот 360 герц — вот это да, 500 герц — вот это жесть. Например, что при более высоком FPS меньше задержка системы, из-за этого ты раньше видишь противника, и чем меньше у тебя FPS, чем дольше ты видишь картинку с запозданием. Но про эти технические тонкости нет смысла говорить в данном ролике, ибо это уже подтверждённые факты. А я хотел рассказать именно про человеческие ощущения, которые не всегда можно адекватно измерить. Может у всех людей по-разному, но у меня именно так. Моя жизнь очень тесно связана с играми, и я провожу за ними много времени. Поэтому, может быть, даже моё мнение будет кому-то полезным. Напоследок скажу, что чем больше FPS, тем легче мозгу воспринимать информацию с экрана, ведь нужно меньше париться о том, чтобы создавать из кадров иллюзию движения. Ведь если кадров слишком много, то и додумывать ничего не нужно. Мозг может лучше сфокусироваться на самом важном в изображении. Цените свой мозг, не играйте в лагающие игры, и помните, что вы можете чувствовать высокую герцовку совсем не так, как я, и всем пока! Хорошее видео, респект. Респект реально хорошее видео. Это мистер Айрата. Пожалуйста, сходите, поставьте мистеру Айрату жирный лайкосик.